Посуду будет вытирать, посуда вытиратель. А кто осколки подбирать? Осколков собиратель. Оказывается, что многие предметы, окружающие нас, были придуманы детьми. Среди них меховые наушники, шрифт Брайля, батут, мороженое, фруктовый лёд. Именно о детских изобретениях шла речь на очередном мастер-классе Оксаны Овшиновой. Она рассказала ребятам, что маленькие учёные со всего света продолжают удивлять своими открытиями. В мире около 500 тысяч детей ежегодно изобретают что-то новое, чего, допустим, не может взять взрослый человек. Эта информация была мною, я была удивлена от этой статистики. И вот сегодня я хочу предложить им небольшой мастер-класс. Датой этого праздника, 17 января, выбран день рождения американского учёного, изобретателя и дипломата Бенджамина Франклина, который в 12 лет изобрёл ласты для плавания. Перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор – всё это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. Свои лучшие произведения Михаил Юрьевич Лермонтов написал до 16 лет. Я пишу стихи и рассказываю. Вот, пожалуйста. Это творчество, это тоже изобретение. После познавательной части у ребят была задача смастерить из бумаги обычный стул. У кого-то сначала не получалось и потребовалось несколько попыток и помощь преподавателя. А вот Данила Смекалин довольно быстро справился. И это неудивительно. Мальчик любит рисовать и собирать фигуры из различных материалов, а также увлекается шитьём и не считает, что это занятие только для девочек. Меня учила мама шить. Сначала сам попросился, потом увидел, что это очень увлекательно, и начал сам шить. В процессе совместного творчества выяснилось, что многие мечтают сделать своё, пусть и небольшое, открытие. Благо, профессий для приложения творческих сил достаточно. Я хочу стать художником, известным на весь мир. Я хочу работать в стиле перфекциониста. Десятилетняя Дарья Алёшина остановила выбор на профессии повара. Но люблю всё-таки готовить. Хотела сделать какое-нибудь своё блюдо. Как говорится в мудром изречении, всё гениальное просто. А что может быть проще, чем мысль или идея, рождённая в голове ребёнка? Все дети обладают большой фантазией, и каждый может стать изобретателем. Нужно только много читать и развивать мышление и воображение.